И вот этот проект, который оценивают в полмиллиарда долларов, инвестиционный проект, в прямом смысле слова импортозамещения, но не только. Химическая продукция будет не только поступать на российский рынок и на китайский, но и экспортироваться в дальнее зарубежье. На подписании присутствовали, конечно, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Минпромторга Денис Мантуров. Давайте послушаем комментарий с этого подписания. Тот совместный проект, который реализует Еврокима, турбинейшн-химическая компания с китайскими нашими партнерами, это говорит о том, что будет толчок к химической промышленности по различным новейшим технологиям, по производству нового продукта химического. Мы приветствуем наших турбежных партнеров на нашей Тульской семье. Мы все делаем для того, чтобы и российский бизнес, и турбежный бизнес чувствовал себя комфортно, выходил на территорию Тульской области. И на нашей земле трудится порядка 200 турбежных компаний. Мы в этом регионе активно развиваемся. Значит, у нас присутствует на отношение к министературе, скажу спасибо городу. И этот климат позволяет нам думать, как дальше развиваться. Сегодня мы подпишем соглашение. Я немножко вперед, как я строю, все новые заводы. И мы с Тульской области считаем, что вместе мы реализуем любые задачи, что и хотим в ближайшее время. Ну, еще раз повторюсь, это далеко не последнее соглашение, которое даже сегодня будут подписаны. А впереди еще два дня работы Санкт-Петербургского международного экономического форума. Ну и, конечно, наша студия остается таким информационным центром всего этого мероприятия. Это уже по традиции. Специально для того, чтобы успеть пообщаться со всеми интересными гостями, которые приехали в эти дни в Санкт-Петербург. Мы здесь делали три зоны общения. Вот буквально несколько минут назад вы могли слушать и видеть на нашем стенде Михаила Меня. А сейчас предлагаю посмотреть наш разговор с Дмитрием Патрушевым, главой... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!